Наш офис сегодня подготовил и подает ряд заявок в USAID. Кроме того, мы сегодня уже имеем, скажем так, поддержку со стороны USAID. Это первая организация, которая отозвалась, скажем так, готовностью поддерживать нашу деятельность. И мы рассчитываем в дальнейшем на наше близкое и тесное сотрудничество и хотел бы выразить благодарность. Кроме того, наш офис, будучи некоммерческой организацией, сегодня готов принимать пожертвования как от физических, юридических, иностранных граждан. И мы, в общем-то, это делаем. То есть для нас важен вклад каждого человека, независимо от, скажем так, его благосостояния. Нам важна его причастность в работе нашего офиса в том числе. В дальнейшем, конечно, у нас есть планы нашего офиса. Будучи учреждением, мы планируем сформировать комплекс услуг, которые, в общем-то, сможем предложить уже на платных основах тем, кто готов за это платить, хочет это сделать, может. И мы готовы это также будем предложить, однако это не в самых ближайших нас планах. Скажите, пожалуйста, Сергей, еще такой вопрос. Вы рассказывали здесь о конвенции, но ничего не рассказали об альтернативном отчете. Хотелось бы услышать, что это и когда офис готов будет представить. Да, для присутствующих хочу сказать, что конвенция о правах инвалидов, как и большинство международных конвенций о правах человека, предполагает отчетность. Как со стороны государства, то есть национальное государство представляет свои отчеты о том, как происходит в их странах изменение в понимании прав человека в отношении людей, в частности, людей с инвалидностью. И также конвенция предусматривает возможность гражданского общества сформировать свое видение отчета, то есть это не значит, что он альтернативный, вот как, скажем так, совершенно иной. Это свое видение, собственное видение. И здесь критически важно, я считаю, самый главный лозунг конвенции о правах инвалидов – ничего о нас без нас. То есть мы в рамках офиса намерены подготовить к 3 декабря в этом году первый национальный альтернативный отчет, который мы призываем, привлекаем, зовем всех желающих, способных внести вклад в создание этого отчета, который, как нам кажется, будет только лишь содействовать пониманию и фокусированию тех проблем в обществе, которые есть у нас сегодня. Есть ли у нас еще вопросы? Если нет, то я могу задавать их бесконечно. Да, пожалуйста, Марина Якубовская, я подойду. Марина Якубовская, Русское радио. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы организуете работу офиса в этой стране, ну, до вас здесь этого еще никто не делал. Вы будете изобретать велосипед, либо берете за основу уже чей-то опыт, чью-то другую модель работы? Ну, в нашей стране это не совсем велосипед, а уж в взгляде на международную практику далеко не велосипед. Практически в каждой стране есть организации, есть агентства, которые занимаются конкретно правами людей с инвалидностью. Не всегда это столь узко специализированные, как наша организация, но тем не менее это есть. Здесь также в большинстве, ну, скажем, стран Европы, могу сказать точно совершенно, существует также государственное агентство, которое занимается конкретно содержанием прав людей с инвалидностью, изучением и, в общем-то, действенность вокруг этой проблемы. И мы здесь совершенно не новы, и свою действенность в том числе планируем как встроенную, скажем так, в международный контекст, как встроенную в те международные процессы, которые происходят, и мы очень рассчитываем на сотрудничество также вот с такими партнерскими организациями вне нашей страны. Айна, нормально? Вы получили ответ? Да, отлично. Тогда я перейду к следующему вопросу. Спасибо. Меня зовут Инна Кулей, комитет «Солидарность». Сергей, я поздравляю вас, совет, вашу организацию. Очень надеюсь, что мы будем партнерами в нашей деятельности. Мой вопрос касается программы социализации. Как вы ее видите, как вы собираетесь выходить на этих выпускников? Вот этот фильм действительно как бы задевает заживое. И я думаю, что это одна из очень важных проблем, потому что это молодежь, это неактивное самонаселение. Расскажите, пожалуйста. Знаете, только вот даже могу сказать, что даже анонс сегодняшнего события вызвал уже ряд звонков в наш офис, именно который касается непосредственной проблемы с образованием. То есть это вот одна из самых таких проблем. То есть люди, когда узнали, что завтра будет организация, они уже начали звонить сегодня, разыскивать нас. Конечно, мы относимся к пониманию социализации, к одному из ключевых, скажем так, моментов нашей деятельности. И, безусловно, вся наша деятельность, вообще говоря, правозащитный подход строится как раз-таки на подходе от человека. То есть мы как раз-таки намерены строить наши практические шаги, именно исходя из тех практических проблем, которые будут у нас появляться.